Всем привет, с вами Эльдар Муртазенко, канал Mobile Review. Сегодня мы поговорим о двух моделях, двух флагманах 2012 года. iPhone 4s, который представлен достаточно давно и давно продается и хорошо известен Samsung Galaxy S3. Первое, о чем я хочу сказать, iPhone стал золотым стандартом. Это и продажи, это и качество исполнения, потому что такой же, как iPhone 4 без буковки S, стеклянная панель сзади, стеклянная панель впереди. Если его уронить, безусловно, стекло может потрескаться. Но это не проблема, потому что есть огромное число чехлов, всевозможных оберток для iPhone, и этим он тоже берет свое. Для Galaxy S3 пока таких оберток не очень много, но если посмотреть на дизайн, то по дизайну кому-то это понравится, кому-то нет. Кто-то говорит, что это большая лопатка, кто-то говорит, что это пластик. Тем не менее, аппарат вот такой я не вижу в пластике никаких проблем, потому что я пользуюсь и тем и другим телефоном, и сейчас я расскажу, собственно говоря, свои впечатления. Это мой iPhone, а это мой Galaxy S3. Первое и основное. Диагональ определяет размер телефона сегодня. И диагональ iPhone не менялась многие годы, фактически не менялась с 2007 года. Если говорить об этой диагонали, его удобно держать в руках. Удобно запускать браузер и смотреть какие-то, ну вот смотрите, адаптированная страничка под этот браузер. Но говорить о том, что на сегодняшний день, ну вот клавиатура, об этом подробнее потом поговорим, клавиатура, она не так удобна, как на Galaxy S3. И, в общем-то, смотреть странички тоже не так уж удобно. Просто в силу размера. Но меня подкупает здесь батарея. До появления Galaxy S3 это был чемпион по времени работы. Если посмотреть на скорость работы, в общем-то, четверка и iPhone, можно их напрямую сравнивать, скорость работы совпадает. Хотя это четырехъядерное, это двухъядерное решение. Хотя не в ядрах счастья, как говорят. Во многом операционная система играет роль. Вот я зачем-то карту включил. Операционная система играет роль. И здесь очень важно понять, насколько она оптимальна, насколько она оптимизирована. iPhone сегодня золотой стандарт. Я уже несколько раз об этом сказал. И, как мне кажется, по материалам исполнения, по силе марки Apple, никаких претензий к этой модели быть не может. Хотя Galaxy S3 берет свою диагональю. 4,8 дюйма, большее разрешение. Качество картинки очень и очень неплохое. При этом сами фотографии мне нравятся, безусловно, вот здесь. Здесь на iPhone просто больше плотность точек на дюйм. Хотя, с другой стороны, можно сравнить, как отличаются экраны на примере браузера. Я это сейчас сделаю, но перед тем, как перейти к этому, буквально несколько слов о восприятии этих телефонов. Так как я пользуюсь и тем, и другим. Как мне кажется, у каждого своя аудитория. Кому-то нравятся овощи, кому-то фрукты. Кто-то любит яблоки, кто-то груши. Они разные по эстетике, они разные по возможностям. И если здесь интерфейсы возможности в iPhone максимально упрощены, и при этом все работает достаточно быстро, то в Galaxy S3 возможности такие же, как в iPhone, плюс еще куча настроек, которые для тех, кто любит копаться, позволяют реализовать множество вещей. Ну, например, отправить файлы по Bluetooth или по Wi-Fi Direct на другие устройства. Ну, давайте перейдем и поговорим о браузере, посмотрим, как он отличается. Итак, вот браузер, который показывает, собственно говоря, сайт Mobile Review. Вы видите, что на аппарате от Samsung несколько иначе реализована прокрутка. Очень часто на первых iPhone говорили, посмотрите, как плавно реализована прокрутка и как плохо она работает в других телефонах. Сегодня, ну, не все наоборот, это просто настройка. Одна из настроек, как это сделано. Сделано так, чтобы вы не могли прокрутить сразу все до конца. Можно в ридер добавить. В ридер можно добавить и здесь же, плюс поддерживается изначальный RSS. Вообще, в принципе, обсуждать стандартный браузер, наверное, не стоит. Основное отличие здесь есть флеш, здесь флеша нет. На это отличие очень долгое время напирали многие компании. Но, на мой взгляд, говорить об этом не приходится. Кому-то он нужен, кому-то нет. Без него можно совершенно спокойно прожить. Если посмотреть на возможности браузера, то они примерно одинаковые. И вы, в общем-то, не будете испытывать никаких проблем. Минус очевидный – это то, сколько информации помещается на экране. Ну, вот вы видите, что здесь диагональ экрана больше. За счет этого вы видите фактически тот же самый объем информации, но вот чуть больше меню появилось. Но при этом эта информация читаема. Здесь надо напрягать глаза. Для кого-то это станет критичным, для кого-то нет. Потому что многие люди покупают iPhone не как смартфон на сегодняшний день, а как умную машинку для звонков, иногда интернета и прочих вещей. А на iPad пользуются интернетом. Сейчас поговорим, наверное, о камерах. Камеры. Ну вот, по последней информации, камеры в iPhone 4s, такая же, как здесь. Мое сравнительное испытание этих камер показало, что это далеко не так. Если говорить о возможностях вот этой камеры, видите, можно автофокус. А настроек как таковых нет. Здесь же с настройками все совершенно иначе. Несмотря на то, что там и там светодиодная вспышка и камера 8 мегапикселей, здесь можно менять практически все. То есть можно менять режим съемки. Здесь есть непрерывная съемка. На iPhone можно включить только HDR снимки. Снимок улыбки, красивое лицо, панорама, карикатура. Экспозицию можно менять. От минус двух до плюс двух. Автофокус, макро или не макро, хотя автофокус работает хорошо во всех режимах. То есть богатство настроек здесь, на Galaxy S3, оно намного выше. Но при этом, по большому счету, количество снимков, то есть качество снимков, которые получаются на iPhone и получаются на Galaxy S3, примерно одинаково. И говорить о том, что кто-то из них безоговорочно выигрывает или проигрывает, нельзя. Возможности для творчества, безусловно, больше на Galaxy S3, просто в силу того, что в сложных условиях съемки вы можете поменять настройки, если хотите. Концепция iPhone очень простая. Достал, сфотографировал. И вот это качество фотографии, на него повлиять вы уже никак не можете. Следующий немаловажный момент, о котором я хотел бы сказать. При одинаковых настройках, iPhone 4s у меня работает чуть дольше, процентов на 15-20, чем Galaxy S3. Galaxy S3 у меня работает полный рабочий день, с утра до вечера, пока не разряжается в ноль. При этом я очень активно сижу в интернете, я смотрю различные сайты. Одним словом, ни в чем себе не отказываюсь. С iPhone ситуация такая же, но при этом в iPhone работает автояркость. Здесь я выкручиваю яркость на 70%. Батарейка в iPhone считается сегодня стандартом для рынка. При этом, мне кажется, что аппарат маленький, диагональ экрана маленькая. И понятно, что iPhone появился не вчера, а появился достаточно давно. Красивая машинка. И если выбирать среди сегодняшних лидеров рынка, скажем так, флагманских устройств, как мне кажется, первый выбор, о котором вы должны подумать, это будет iPhone. В силу многих причин, потому что это стандарт де-факто. Если же вам по каким-то причинам iPhone не подходит, ну, например, нет флеша, почему-то вам он нужен очень, то вы можете выбрать уже что-то на Android. Основное отличие между этими аппаратами описывается диагональю экрана. Батарейка примерно одинаковая. Возможностей больше, безусловно, в Samsung. Это и передача файлов по Bluetooth, это Wi-Fi Direct и тому подобные вещи. Потому что, конечно же, здесь можно отправить по e-mail сообщение, либо разместить сразу в YouTube. Если говорить о галерее в Samsung, то вы можете сделать практически все, что угодно. То есть, вы можете сделать с этим снимком все, что угодно. К сожалению, iPhone в этом плане более закрыт. Короткое сравнение по музыке. Не буду приводить, потому что по музыке возможности двух аппаратов примерно сравнимы. В iPhone нужен iTunes для того, чтобы работать с музыкой. Здесь iTunes не нужен. Вы можете папками загружать, как на карту памяти, так и во встроенную память. При этом и здесь, и здесь 16 гигабайт. Аппарат от Samsung сегодня, если мы говорим про Россию, стоит столько же, сколько iPhone официальный. Плюс-минус. iPhone, конечно, можно купить дешевле, так же, как и Samsung в Европе можно купить дешевле. Они одинаковы по цене. Еще раз напомню, что сравнивать надо, наверное, исходя из того, чем вам проще пользоваться. iPhone намного проще по интерфейсу, в отличие от Android. Возможно, это стереотип, но многие люди именно так и считают. И последнее, о чем хотел бы сказать. Что бы мы ни говорили, iPhone сегодня является золотым стандартом на рынке мобильных телефонов, смартфонов. Многие ждут следующей версии iPhone. Посмотрим, какой она будет. Но самое важное, что я хочу сказать об этом аппарате. Он неплох. Неплох для большинства задач. Хотя не так комфортен для просмотра интернета, чтения почты, набора, в конце концов. Например, текстов. Потому что здесь, если мы говорим о клавиатуре, то она не так уж удобна. В ней нет свайпа. Клавиатура меньше, значительно меньше. Но это сказывается размер экрана. Размер экрана и то, что не на взломанном iPhone. Фактически нельзя заменить клавиатуру. Да и многие другие вещи. То есть, богатство выбора, конечно, на стороне Android. Но при этом общая логика, простота на стороне iPhone, за что этот аппарат многие любят. Вот такое экспресс-сравнение. Я думаю, что вам есть что добавить. В комментариях вы можете добавить ваше мнение. А чем, по-вашему, iPhone берет свое или Android выигрывает? Одним словом, плюсы-минусы для вас. То и другой операционной системы того и другого продукта. Я пользуюсь и этим, и этим телефоном. Поэтому мне достаточно сложно судить и быть беспристрастным. Мне нравятся оба аппарата. Удачи, хорошего настроения. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. С вами был Ильдар Муртасин и Mobile Review. Пока.